Продолжение следует... Продолжение следует... ...хочет поговорить с неизвестной женщиной. В общем, ведем нашу... ...чрезвычайно логичную умную аду... ...вперед. А может, кстати, давайте там сбегаем, посмотрим. Пробежимся по Леону ногами! Господи, как же без этого? Это что такое у нас? Это лифт? Это мы отсюда пришли вроде как, да? Ооо, нифига себе! Далеко нам бегать придется. Подожди. Отсюда мы пришли. Да-да-да. Вот тут вот. Или мы оттуда пришли? Нет, мы отсюда пришли. А там что тогда? Видимо, лифты наверху находятся. А здесь только спуск. Да ех, ломанэ будем. Ооо, да я ненавижу тебя. Тебе и ноги кривые, к тому же. Кровь. Множество пятен крови. Это кто там лежит? Эй, ты кто? Мужик? Мне вот этот звук, знаете, не нравится. Как будто кто-то за нами идет. Лесенка, кстати. Нет, пока что нет. Фак, я же сказала, слышу звуки. Давайте поднимемся тогда. Блин, грибные пауки. Бить их придется, наверное. А у нас дробовика нет. Это, видимо, ли он будет делать. Это что? Тараканы, мать их. Нет. Все, это, видимо, не вариант, да? Вот этот проход. Ой. Беги, дурнда. Не, ее сейчас сожрут. А, нет, свалить. Лестница. По-моему, нам придется потом обратно бежать, потому что нам сюда не нужно было. А, может, и нужно. Что у нас тут? Так зачем останавливать, если включи, наоборот, пускай их выдует оттуда. О, мы, оказывается, правильно шли. Ты один из тех копов, если я не ошибаюсь. Шпионов. Как тебя зовут? Гениально. Сейчас ответ будет. Ида? Ида Вонг. Ты шпионка? Ида Вонг. Как тебе зовут? Ада Вонг. Это имя мне знакомо. Вспоминаю. Человек, прибывший из Чикаго, чтобы помочь в исследовании Т-вируса, использовал как пароль имя своей девушки. Наверное, Ида или Джоана. Откуда ты знаешь? Кто ты? Аннет Беркен. Ответственность за создание Т-вируса лежит на моем муже, Вильяме Беркене. Что? Джон мертв. Он стал одним из этих ужасных зомби. И несмотря на то, что я жалею об этом, ты скоро присоединишься к нему. Я никому не позволю забрать. У меня Г-вирус. Г-вирус? Из него получится универсальное биологическое оружие. Его мощь еще больше, чем мощь Т-вируса. И это значит, что существо из полицейского участка это... Точно. Мой муж Вильям. И все это вина Амбрелла. Если бы они не пытались выкрасть его работы, этого бы никогда не случилось. Круто. Че? Это как бы флэшбэк, если кто-то не понял. Так вы все-таки пришли. Доктор, мы пришли за вирусом. Извините, но я так просто его вам не отдам. Не стрелять! Можешь попасть в сосуд с вирусом. Вот и порядок. Ладно, уходим. Пришли такие. Вильям, удержись, мой дорогой. Я сейчас перевяжу рану. Не двигайся. Постреляли его там все легкие прострелили. Вы захватили вирус? Так точно, сэр. Образец в наших руках. Вас понял. Ты хочешь сказать, что он ввел вирус Т в свое собственное тело? Вирус Т способен восстанавливать некоторые жизненные функции. Что это? Что-то здесь не так. Надо проверить. Туда. Черт. Стреляйте, стреляйте. Порядок. Это еще что такое? Скорее. Вот кто убил Беннета. В темнице его помнили, да? Это еще что такое? Стреляйте! Стреляйте! Печаль. Печаль. О, крыски подъели. Это прекрасно. Так это крысы переносили вирус. В результате трансформации вируса память Вильяма утратила все воспоминания о прошлом. Еще хуже. Носитель Г-вируса это оружие, и Вильям тоже. Он обладает способностью имплантировать эмбрионы в других существ. И появился наследник. Нет. Гениально. Она в воду всего лишь упала. Плохо. Это все что ты можешь сказать, ада? Боже, как я тебя ненавижу. Леон там лежит, умирает. Потери крови. Плохо. Сказала ада. Тело. А это что-то? Это печатка какая-то. Блин. Это, видимо, Леон будет брать. Пока мы... Господи, а что же тебе все это не нужно-то? Это, видимо, все-таки для Леона все лежит. Подожди, а там? Че, неужели туда нельзя? Все-таки, а что было в той двери, помните, в которую мы не пошли? Ладно, я думаю, Леон все это будет узнавать. Все на плечи Леона лежит. Бегло, точнее. Слава богу. Слава богу. Так тебе и надо. Бедный Леон. Вставай, вставай, мой хороший. А ничего, что тебе плечо прострелили? Нет? Вон, видите, дырень просто. Бедный Леонышка. Тебе спреем подлечить не надо. Странно. Это, конечно, хорошо, но... Мне тебе так жалко. Опять эти пауки, я их слушаю. Но придется, кстати, скорее всего, их убить. Ой, ёк, ломана. Не зря сходили. Ух, вообще не зря. О, медаль волка. А, знакомая медаль волка. Если, не дай бог, сейчас сюда паук придет. Сохраняемся, берем дробовик. О, кстати, стоп. Теперь точно сохраняемся, спускаемся. Сейчас этот паук к нам прибежит, наверняка. Ой. Выползи, что ли? Я хочу тебя убить. А может, не надо? Забьем. Пробежим мимо. Направо, 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 направо. Что тут, что тут, что тут, что тут? Печаль. А тут? Ничего. Бежи! Ну, нахрен их убивать. Дверь, 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 дверь. Я просто хочу узнать, что там. Еще одни. Блин. 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 Блинский блин. О, что это? Водопад. Мать его. Устройство контролит доступ. У него... Орел и волк прилез. Но. Черт, Пам меня все-таки тяпнули. А, Пам все... Ты где ты? В дивизию. Стрим, 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 стрим. Сшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... Ненавижу пауков, а до негре. Ммм, прям такой рассадник. А, смотрите, она растет именно. То есть можно бесконечно лечиться. Они просто ядом травят, но не убивают. Ну, как бы не ранят. Это радует. И чё? А, рычаг. Да вы стебетесь. Мне чё, сейчас за рычагом бежать, что ли? Смеетесь, что ли? А, это, наверное, туда надо будет идти. Там, где сейчас с этой проблемой происходит. Через эту вентиляцию, через всё вот это вот. Нет смысла, по-моему, их убивать реально. А, твадо, ради бога. Богомерзкая тварь. Ой, твадо, 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 татт, 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 талион. Давай, 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 давай. Ему хороший. Молодец. Так, ладно. где-то в наша гениальная ада 3 течета заблудилась с ними на лифте подниматься тоже нелогично а ой господи куда я прибежала нам же по лестнице вверх надо да давай 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 а то что там черта где же тогда орел где-то тут должен быть подожди подожди не может быть орел орел только не говори мне что здесь надо использовать это быть не может подождите нам нужна ручка черт надо за ручкой бежать далеко может и нет я не помню где сейврум если честно ли он самоотверженный с пулей в плечи а сейврум вот он далеко все-таки . фугли это как будто его можно открыть но он не открывается вентиль или ручка ручка или вентиль логично было бы вентиль давайте возьмем всю ада вентиль . все ручка умерла давай ли он неплохое предчувствие на счет всего этого так ладно может кстати пистолет мы все равно этих не убиваем занят нам надо туда не трогайте меня нет так секундочку продолжаем извиняюсь отвлекли утро ранее плохо жить с жаворонками стоит 6 6 часам пробить всем обязательно нужно оповестить меня что они проснулись странно что от разных этих подходит а это вниз сейчас опускаться что они сюда приехала это типа осталось да то что нам еще пригодится в общем-то да логично здесь по утрам конечно возьмем господи о чем вопрос вообще говно вопрос очень делаю чё я делаю нет 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 лучше смешать две зелененькие оси некая на и так от яда в принципе по причине по ручке не на такую комнату и на такую кнопку что-то я за эти сколько 40 минут отвлеченных разучилась играть так чё тут чё тут о извини очень течко лодрова лицкие так что нить есть чуть есть ну и а поднять сейчас нужно или как-то потом просто нибудь мы там пойдем поднимемся по лестнице и наверху нужно нужен будет этот лестница тут не наблюдаю но там есть лестница в другом месте подождите-ка ну-ка 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 а это этим она ту дверь до указывает вот смотрите мы сейчас смотрим на дверь якобы но она видимо на втором этаже да мне кажется вот все таки нужно сейчас покрутить там на лесенке поднимемся на второй этаж скорее всего потому что там какая-то лесенка такая вертикальная по-моему мы невысь там поднимемся и потом нам нужно будет здесь пройти потому что судя по коридору чё-то там такое будет явно тут это дверь чуточку погромче чтобы я у них как-то очень громко ой мне не нравится тут сохранимся пятерочка мне кажется ой мне не нравится это место тут чё тут чё ой мне не нравится ой вообще не нравится не надо было в оперейшн ракун сети играть вот перед раздельным вам вторым цилиндр с газом под давлением в экстренной ситуации загорится красный сигнал и цилиндр с газом можно будет извлечь у меня очень плохое предчувствие небо сейчас уильям биркин появится вот сто пудов ух ты крокодайл мне кажется пора валить да с этим управлением только и бегать от делегаторов ей богу чё делать чё делать чё делать чё делать чё делать цилиндр с газом мать его дождя не вижу ни хрена таким образом а вот они плохо справились а чё я так так много патронов потратил может переиграем а я просто я экономная я не могу так просто я почему то и да Почему-то крокодилы изначально в нашу сторону смотрят. Точнее, это алигарный какой-то крокодил. Мы бежим. Папара-папара. Вот вы видите, кстати, фигурки исчезают. Это потому, что у нас заставка сама непосредственно. Ну, как бы такая активная. Как в ролике. Только модельки, как бы такие, игровые. Поэтому так налагают. Это всё. Сейчас всё вернётся в норму и всё будет хорошо. Ты живой? Нет. Красотулечка. Это мы сохраняем себе и жим. Надо мать твою замоку. Просто вечно-то нам проблема создать. Ещё и дверь закрыла. Дверь закрыта на электронный замок. Это она, векторная система открыта. Ну, тут... Подожди, подожди, подожди. А тут что-нибудь есть? Где-нибудь в углу вот что-нибудь лежит? Нет? Нет. Ну, что там? Если сюда... Если бы сюда валился мусор со всего города, здесь бы плавали другие вещи. Ну, твой вариант тоже угодится. Так, а там... Можем туда? Ли-Он. Эта штука не поможет. Началась музыка, которая называется... Тихо, Ли-Он. Тема Ады. Я помогу тебе. А раньше ты не могла этого сделать? Я у тебя в долгу. Имеет значение. Не имеет значение? Нифига себе. Рад был помочь. Я только что узнала, что Джон мёртв. Что? Не важно. Нужно просто уходить. Чем быстрее, тем лучше. Мой парень мёртв. Насрать. Надо уходить. Мне кажется, это уже реакция стоила того, чтобы заподозрить Аду. Ну, хотя она шпионка. Помните, кстати говоря, вот как раз Анна Биркин говорила, что был такой парень Джон. Он по ролям выбрал имя своей девушки. Ада или Джоанна её звали. Вот её, в общем-то, звали Ада. Если вы смотрели первую часть Resident Evil в моём исполнении, да или в чужом, в любом, в общем, неважно. Там как раз-таки действительно нам нужно было взломать компьютер, чтобы пройти дальше. И там действительно был компьютер Джона, и он ввёл пароль Ада. И даже письмо было для Ады Вонг, где он объяснял то, что он уже зомби, в зомби превращается. И, в общем, не доживёт он до их встречи. Так, давайте сперва сюда. А тут нифига нет. А, вот, я же говорила, не зря подняла. Как чувствовала. Интуиция, чёрт, иди ри. О, кстати. Но это потом. Я предлагаю сперва туда сходить. Да. Вот, орёл. Угу. Хорошо, хоть место есть. Дневник, смотрите, для канализации. 28 июня. Наконец-то мне удалось увидеться с Доном и поговорить с ним после работы. Он сказал мне, что всё это время провалялся в постели с какой-то жуткой болезнью. В этом случае нет ничего удивительного, если вспомнить, сколько он уже у нас работает. Он весь обливался потом. Чесался, словно прокажённый. Всё то время, что мы с ним говорили. Я спросила его, не чувствует ли он жар, но он только странно посмотрел на меня. Да что с ним вообще такое? 7 июля. 7. 7 июля. В последнее время шеф Айронс всё чаще посещает лабораторию. Не знаю, что он там делает, но от раза он выглядит всё более угрюмым. Вчера вот же выражение лица было ещё и крайне встревоженным. Полагаю, дело в невыполнимых требованиях мистер Биркина. Несмотря ни на что, мне жаль шефа. Он многое сделал для города и не заслужил всего того, что на него свалилось сейчас. 21 июля. Мне... Господи... Ладно, это у меня уже личные какие-то ассоциации пошли. Мне редко выдаётся выпить, потому что я работаю в ночную смену. Впрочем, жаловаться мне особо не на что, ведь в конце концов я этим зарабатываю на жизнь. 16 августа. Сегодня шеф Айронс пришёл позже обычного и выглядел темнее ночи. Я попытался взбодрить его шутками, но это только ещё больше разозлило его. Он выхватил пистолет и ткнул им мне под нос. Мне едва удалось угомонить его. У этого парня явно проблемы с психикой. Впрочем, он точно знает, что ему не войти в лабораторию без моей помощи и медали. Интересно, что в его понимании означает служить и защищать? 21 августа. Уильям сказал мне, что полиция и пресса начали расследование дел Амбрелла. По его словам, расследование затронет весь город, и вполне возможно, что ищейки доберутся даже до канализации. Он попросил меня приостановить все работы в канализации до завершения расследования. Канализация по-прежнему будет использоваться для прихода, но он настоял, чтобы я был предельно осторожным и пригрозил, что я потеряю работу, если кому-нибудь станет известно о том, что тут происходит. Жопа, короче, тут происходит. Гребаная Амбрелла. Вот знаете, на самом деле, как вот я просто хочу отметить, вот я тут на аду ругаюсь, я просто не понимаю вообще логики этой женщины. Я понимаю, конечно, на шпионка, все дела, на бабло за это высокое получает, большое и толстое. Но, как бы, в принципе, она же как бы не злая, да? Она не главная там врагиня, там еще что-то. Так. А, черт, это мне туда вниз придется сейчас бежать. О, это будет долго. В общем, никакая там не главная врагиня, ничего. И как... А, у, кстати, лестница. Фу, слава богу, не придется огибать все это. А, но при этом она еще в четвертой части, я думаю, уже знает. Но если кто-то не знает, это не такой уж большой спойлер. Суть в том, что она в четвертой части помогает Леону, то есть она могла бы его как бы убить, по идее, да? Выполнить там приказ о придавании, убить Леона, там, будем помогать ему. Но она ему помогает, может быть, чувствует, как бы, свою ответственность за него, потому что он ей в первой части, ой, вот в этой, точнее, во второй части помог. И, как бы, не знаю, тем самым она хотела ему отплатить лишний раз. Вот. Но при этом в шестой части, я думаю, уже многие знают, кто смотрит трейлеры, в шестой части она является вроде как главным злодеем игры. И при этом она работает на новую Амбреллу, то есть Амбрелла там в шестой части возродилась. А, да, 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 точно. А, как далеко бежать? В шестой части она возродилась, и Нео Амбрелла называется. Почему-то всегда новые какие-то переизданные, скажем так, корпорации злые называются с приставкой Нео. Вот, вначале обязательно, всегда так. Вот. И, в общем, там она работает активно, и, в общем-то, помогает распространить вирус. Что вообще мне мозг взрывает, потому что... Ну, вот что у этой... Я понимаю, ладно, там Вескер, там другие товарищи, у них вообще, скорее всего, плохо. Но ада-то... Она, в принципе, не... Она же не такая. Как бы... Она странная, она какая-то неоднозначная. Хрен поймешь, что у нее... Сама себе на уме такая, хрен поймешь, что у нее в голове творится. Непонятно. В общем, не знаю, все это очень странно. Не знаю, в общем, мне не нравится Ады по этой причине. Потому что, как бы, она стоит за то, против чего борется Леон на протяжении уже больше десяти лет. То есть, она понимает прекрасно, что... Я сейчас вперед просто не пойду, у меня уже серия заканчивается, вы видите, я думаю. Поэтому я сейчас порассуждаю немножко. Она прекрасно видит, что творит G-вирус, что творит T-вирус. Но при этом продолжает работать на людей, которые его активно распространяют и хотят получить с его помощью власть какую-то определенно. Я просто даже не пойму, вот что движет этой женщине деньги. Вряд ли власть. Тоже как-то вряд ли. Потому что она не та, вроде как, кто за власть ей вообще, по-моему, пофигу, есть у нее власть или нет. Такое чувство, что ей просто любопытно. Вот я не знаю, это странно как-то это все выглядит. Потому что мы ней, в принципе, особо ничего не знаем. И какие у нее цели могут быть, это тоже просто... Можно только гадать. В общем, очень странная женщина. Я надеюсь, все-таки в шестой части как-то объяснят это. Но потому что она... Она противоречит сама себе своим действиям. Во второй части, ладно, молодая, глупенькая. Хорошо, допустим. Екс здесь, по-моему, 24 или 25. Я не помню. Она старше Леона, по-моему, на 2 или на 3 года. В общем... Противоречит сама себе. Здесь она вроде как работает на кого-то там, да? На неизвестную организацию. И даже название вроде как нигде не оглашалось никогда. Когда просто безменная организация, которая исследует дела Амбрелла, хочет перебрать к рукам их исследования. Вот она... Если вдруг кто-то не в курсе... В принципе, раз уж мы знаем то, что Ада уже шпионка, я вам расскажу, если кто не знает. В общем, ее специально подкинули, грубо говоря, к Джону. Заставили там как-то выйти с ним на контакт, подружиться. Возможно, если понадобится, завязать какой-то роман. То есть она даже на такое пошла. Чтобы получить информацию. Действительно, в принципе, потом ей Джон начал нравиться. И... Ну, так чуть-чуть. И как бы ей не так противно, может быть, было. Не знаю, ей легче это было. Может быть, она даже сама была инициатором. Как бы именно пойти на любовные отношения. Потому что так было банально проще... Подобраться ближе к информации, которую он, в общем-то, обладал. В итоге он попал вот в особняк Спенсера, если я не ошибаюсь. Да. Где мы бегали первую часть Resident Evil. И там же, в общем-то, он и заразился Т-вирусом. И там же он, в общем-то, и умер. Где-то там. В общем, все это очень и очень странно. И теперь вот она расследует только, чтобы получить информацию, добыть. И передать ее своим, в общем-то, работодателям. Короче, странная женщина. Не понимаю я ее абсолютно. В четвертой части она, наоборот, помогает. При этом работает на Вескера. Я думаю, все это уже знают. В общем, странно. Странно. Очень странно. В общем, ладно. Продолжим следующую серию. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, обязательно ставьте пальцы вверх. Поддерживайте. Я думаю, таким темпом мы быстро закончим игру. Потому что я записываю каждый раз в серии по пять. Жесть. Ну ладно, с вами была Севн. Всего хорошего, удачи и пока-пока.